Кризис вокруг конкурса на должность главы прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам обостряется. Заседание Высшего совета прокуроров, на котором планировалось найти решение, позволяющее разблокировать этот процесс, не состоялось из-за отсутствия кворума. В связи с создавшейся ситуацией парламентская оппозиция потребовала заслужить министра юстиции. В течение последнего месяца мы видим полную неравномерность в организации этого конкурса. Мы видим скандалы, отставки внутри комиссии, которые должна была выбрать руководство Печи Кокс. Думаю, что общество заслуживает знать больше. Оппозиция потребовала, чтобы в парламент для ответов на вопросы вызвали министра юстиции Сергея Литвиненко. Однако народным избранникам от БКС не хватило голосов для включения своей инициативы в повестку дня. Депутаты-социалисты считают, что за конкурсом стоят чьи-то интересы. Так происходит, когда не побеждает кандидат, который хотелось бы, чтобы победил. Используются такие вот формулы. К сожалению, это война между кланами. Все эти факторы говорят о полном провале реформы юстиции. С другой стороны, Игорь Гроссу выразил мнение, что в стране должен быть такой высший совет прокуроров, который прошел бы предварительную проверку, даже если это более длительная процедура. Реформа юстиции сложная реформа. Сопротивление в системе никто не отменял, и ни у кого не было иллюзии, что сопротивления в системе не будет. То, что происходит или произошло в ходе конкурса на должность главы Пичи Кокс, является еще одним свидетельством наличия интересов. Из того, что я выяснил, на некоторых членов оценочной комиссии, или как она точнее называется, оказывалось давление. Сегодня утром высший совет прокуроров должен был собраться, чтобы принять решение о следующем шаге, после того, как накануне все пятеро членов комиссии по отбору кандидата на должность Пичи Кокс заявили о своем самоотводе еще до собеседования. Однако заседание ВСП не состоялось из-за отсутствия кворума. Кворум, необходимый для объявления совещательного заседания, отсутствует. Приносим извинения за неудобство, но провести заседание не представляется возможным. Вы будете приглашены, как мы и установили. Заседание ВСП состоится в четверг. Хотя глава Минюста настаивает на том, что сейчас лучшим решением было бы отложить или даже отменить конкурс, его предложение было отклонено на заседание ВСП во вторник. После того, как накануне о своем неучастии в конкурсе объявил Евгений Рурак претендовать на вакантное место, продолжают Юлиан Руссу и Андрей Мацко.